Сегодня существует немало методик по реабилитации детей с ограниченными возможностями. Достаточно широко представлены и центры, где подростков в прямом смысле возвращают к полноценной жизни. Есть подобные учреждения и в Кирове. Сегодня в нем был устроен день открытых дверей, на который пригласили социальных работников из районов Кировской области. Репортаж Романа Четверякова. Где-то под музыку, а иногда даже со стихами. Занятия в этом зале лечебной физкультуры редко когда бывают шаблонными. Не стандартного подхода к себе здесь требуют ребята, восстанавливающиеся после перенесенных заболеваний. Нагрузка на инструкторов ложится большая. Общая утренняя гимнастика, а также индивидуальные занятия, время проведения которых варьируется в зависимости от курса реабилитации. Если лечебная физкультура, скажем так, индивидуальное занятие, то это по назначению врача 10 процедур, то есть 10 дней подряд и где-то в среднем 30 минут занятия. А если взять физкультурное занятие, то два раза в неделю в течение всего курса, сколько здесь ребенок находится. По словам специалистов центра, все дети с огромным желанием идут в зал. Тем более, что в нем заметно прибавилось специального оборудования. Так недавно появились вот такие мини-тренажеры для детей от 4 до 8 лет. В целом же оснащенный из подобных центров играет едва ли не ключевую роль в процессе реабилитации подростков. И в этом плане Кировскому, как отметил его директор, повезло. По федеральной программе «Доступная среда» на его оснащение потрачено около 600 тысяч рублей. Мы можем уже сейчас с уверенностью заявлять, что наши дети проходят комплексную реабилитацию. То есть это медико-социальную реабилитацию, получают курсы медицинских услуг. Это физиотерапия, это зал ЛФК, это гидромассаж, это бассейн, это какие-то процедуры медицинского характера, допустим, инъекции, если детям какие-то назначены. И также это психолого-педагогическая реабилитация. В день открытых дверей приглашенные гости смогли воочию увидеть, как в центре строится каждодневная работа. Их провели по всем кабинетам и группам, где находятся дети. Для одних пребывание в центре ограничено дневным стационаром. Те же, кто приезжает из районов на лечение, живут здесь постоянно, пока не подойдут к концу сроки, установленные восстановительным комплексом. У нас на каждого ребенка составляется своя программа реабилитации, где прописываются все медицинские мероприятия. У нас есть врачи, психиатр у нас, ребеночка смотрит, есть врач-невролог, врач-педиатр, врач-физиотерапевт. Расширение представлений о методах и формах реабилитации, мастер-классы, тренинги. Все это является важным направлением в деятельности центра. В текущем году подобные встречи с коллегами здесь будут проходить регулярно. Ведь обмен опытом позволит в будущем поднять на новый, качественный уровень все то, что имеет отношение к оказанию социальной помощи детям-инвалидам. Сегодня мы приятно удивлены тем, что хорошие формы работы, очень много специалистов, очень добродушный прием, удивлены тихим и спокойным детям. Обычно дети возбуждаются на приход каких-то посторонних людей. В прошлом году центр отметил 20-летний юбилей, и за это время он поставил на ноги не одну тысячу подростков. Достаточно заметить, что ежегодно в нем проходит реабилитацию порядка 700 детей. Роман Четверяков, Игорь Охотников, Вести Киров.